Здравствуйте, Шивотов, Агутово, хорошей недели. Мы находимся в 23-й главе, 24-й пасук. Шлом Амелых говорит, возликует отец праведника и отец твой, и мать твоя, да возликует родительница твоя. Значит, на лошонкодыш этот пасук звучит, секунду. Ну, по-русски я уже перевел, что это будет некое ликование отца праведника, и тот родитель, который родит мудреца, он будет радоваться в нем. Объясняет Мальбин. В начале бюр-мелим, объяснение слов. Здесь сказано, я на русском за неимением других слов использую радость и ликование, слово гила и слово симха. В общем, это одно и то же слово по-русски, некое проявление радости. Объясняет Мальбин в переводе слов, что симха – это постоянное качество. Гила – это качество, которое приходит на вещь, которая митхадеш, которая обновляется, какая-то новая вещь. То есть, есть разница между гила и симха. Гила – это качество, которое приходит, когда что-то новое появляется, а симха – это постоянная радость, которая есть. И то, и другое – это виды радости. Объясняет Мальбин. Теперь уже в пересказе объяснение вопроса, которым мы занимаемся. Есть разница между цадиками и хахамом. Хахам – он принимает законы мудрости и следует им. Цадик – это не обязательно хахам, это не обязательно мудрец. Но он приучает себя делать правильно. И так, что даже если он не принял это как законы мудрости через изучение, через постижение Торы, тем не менее он приучил к себе этому поведению, потому что научился от кого-то, что надо делать именно так, а не так. И несмотря на то, что он не связывает это с Торой, не связывает это с тем, как это учится, откуда это происходит и так далее, тем не менее он знает, как себя вести. Есть разница, это первая разница между праведником и мудрецом. Вторая разница – это разница между Гила и Симха. Двами видами радости. Симха – это постоянное качество. А Гила – это радость, которая приходит по поводу какой-то новой вещи. Как, например, Мецея, находка, шел по улице Чайк, увидел много-много денег. Так, он, этот вид радости называется Гила. Басура-тава – какая-то новая приятная вещь, которую ему сообщили. Ему сказали, что у него родился сын. И это тоже Гила. И тому подобные вещи. Есть разница между Абой, Аф, папа, и родителем, тот, кто тебя родил. Аф, он включает также понятие воспитания и преподавания. То есть, отцом называется тот, кто обучил, и тот, кто воспитал, и не только тот, кто родил. Но родитель – это именно отец, который его родил. Я не знаю, как это сказать, биологические родители, я не знаю, какие слова подобрать по-русски. И вот здесь у нас предложение учит связи между некоторыми явлениями. Цедок, он праведность человека, не зависит от его рождения, а это зависит от поведения самого человека. Существует понятие пхера, понятие свободы выбора. И человек, рожденный у праведника, у него есть свобода выбора стать рошой. Человек, родившийся от нечестибца, у него есть свобода выбора, он может стать праведником. И это то, о чем сказано в Мидраше, что ангел приводит каплю семени перед Всевышней и говорит ему, что будет с этим семенем, кто будет человек, который от него рождется. Хахам или типэш, мудрец или дурак. Богатый или бедный, но праведный или грешный, этого он не спрашивает. И Всевышний ему не отвечает на этот вопрос. Поэтому, когда у человека рождается ребенок, который становится праведником, то эта радость называется гила. Поскольку эта радость и тхадеш сейчас, она сейчас как бы проявляется, и до сих пор не было известно, кем это будет. И это совершенно не связано с его рождением, ни с часом, ни с секундой рождения, ни с тем, от кого он произошел, ни кто его папа, мама и так далее. Все, от чего это зависит, это свобода выбора человека, поэтому праведником он будет или грешником он будет, он решает сам. Но отец цадика будет радоваться радостью, которая называется гила, радостью, которая происходит от новых вещей, что он его обучил, он его воспитал, и воспитал его для того, чтобы быть праведником. И также он не будет радоваться, будет радоваться радостью, которая называется гила, а не радостью, которая называется симха, непостоянной радостью. Потому что, может быть, что несмотря на то, что человек праведен, он лишится своей праведности, и уже будучи праведником, у него остается свобода выбора, и он всегда может пойти в другую сторону. Поскольку он не получил эту праведность, а только как итроглуд, как привычка, как некое воспитание, но не через пути, которые называются хохма, не через путь постижения мудрости Всевышней, через Тору. Поэтому у него остается все время сакана, все время опасность лишиться этой праведности. Но, тем не менее, его отец будет игель, он будет радоваться вот этой вот радостью, восторга от новой вещи, и каждый раз будет радоваться заново. Каждый раз, когда он видит, что его ребенок все еще идет по дороге цедока, по дорогам праведности. Точка. Теперь новый человек, хохам. Человек, который рождает хохама, у него будет не гила, у него будет симха, другая вид радости, постоянная радость. Поскольку создание мудреца зависит от того, от родов, что в природе человека содержится понятие хохма, в том, от кого он рождается, как он рождается и так далее, содержится понятие хохма. Поэтому человек, родивший хохама, он будет радоваться постоянной радостью, а не новой радостью. Новой радости здесь нет, а постоянно есть. И поэтому он будет самех, но ло и гиль. Он будет радоваться вот этой постоянной, но не новой радостью. Потому что он радуется за то, что у сына хорошее познание, хороший сейхль, которым он может работать, что это постоянная симха, которая каждый раз не возникает заново. Точка. Таким образом, здесь сказано сразу несколько вещей, которые нам говорит Мальбим, которые все базируются на разнице между понятием гила и понятием симха. Гила – это понятие новой радости, которое каждый раз заново происходит. Симха – это постоянная радость. Гила присутствует у цадика, а не у хохама. Симха присутствует у хохама, а не у цадика. Поскольку хохама, когда у человека есть хохама, то его циткус, его праведность, она базируется на мудрости Тора, поэтому она постоянная праведность. И здесь намного меньше присутствует возможность, не то, что она полностью отсутствует, но намного меньше есть возможность уйти от праведности. Поэтому эта радость, которая называется, переводится словом симха. В случае, если праведность базируется на привычках поведения и так далее, но не базируется на хохме, это симха, это радость, которая есть у человека, называется словом гила, поскольку это все время повторяющаяся, обновляющаяся вещь, поскольку у этого человека есть много, большая вероятность потерять свою праведность. Это объяснение Мальбева. Гаон Мивильна, в общем, идет, по-моему, примерно по такому же пути, если я правильно помню. Сейчас мы это проверим. Он говорит, что есть разница между гилой и симхой. В чем разница? Ровно наоборот, он объясняет. Я забыл и помню, что разница тоже есть, но ровно наоборот, с точностью на 100% наоборот. Он говорит о том, что понятие гила – это постоянное качество. Понятие симха – это радость, которая постоянно обновляется. Подобно тому, как рождается человек, тогда, во время, когда человек рождается, его отец радуется. А после этого, все дни, пока сын жив, он уже не находится в состоянии симхи. Симха – это именно радость момента рождения. А вся остальная радость, которая у него есть, это уже радость не Митхадеша. Это не та радость, которая постоянно обновляется, а это уже гила, это уже другое состояние – постоянная стандартная радость своему отцу. То есть он переводит слово симха и гила ровно наоборот тому, как сказал Мальбим. И это то, о чем сказано. Гаон приводит доказательство своему переводу из псуким, фактически. Псуким, который написан в Дгилем, в Иове, будут смехим радоваться небеса и будет в состоянии гила находиться земля. Мы знаем, что Шлома Амеллах в другом месте пишет в Кагэлете, «Эйн хадаш тахад га шэмеш» – «нету ничего нового под солнцем». То есть все, что находится на земле, там не бывает никаких и душин. «Машайя кваргая» – «то, что было, будет, уже было». Поэтому то, что на земле – это постоянная вещь, а не обновляющая вещь. И про землю написано «тагэльгаарец». Поэтому, говорит Гаон, мы видим, что слово гила – это вид радости, который постоянный и без обновления каких-то вещей. То есть у земли нет ничего своего, она не может вывести ничего своего. Все, что у нее есть – это дано. Что не так с небесами, что на небесах постоянно происходит какой-то хидуш, какое-то обновление. Как сказано, он приводит несколько псуким. «Йом лы йом юбе омер» – это пасук «издгилем». Другой пасук, что «мехадеш тамид бахоль йом масаберейшис», тот, который обновляет постоянно действия, деяния, творения. Под солнцем нет ничего нового, над солнцем, то, что находится на небесах, есть новое. И это то, что сказано «исмихуга шамаем». Будут радоваться небеса радости, которая постоянно обновляется. В Этегеле арыц, а на земле будет радость, которая постоянная, одинаковая. Это первая разница, о которой он говорит. Точка. Я еще раз подчеркиваю, что перевод, он привел несколько айот доказательств к моему переводу, но перевод ровно наоборот тому, как переводят мальбом. Вторая разница, которая есть, между понятиями цадик и понятием хахам. В чем эта разница? Давайте вначале я напомню, как это объясняет мальбин, потому что здесь тоже будет обратный перевод. Он пишет, мальбин, я имею в виду, секундочку. Что по поводу цадика папа не будет радоваться постоянной радостью, потому что у цадика есть опасность перестать быть цадиком из-за того, что у него нет хохмы. Он цадик не альпи Тора, не из-за Тора, а из-за того, что он как-то услышал, узнал еще что-то, но это не Тора. Как объясняет, поэтому цадик это все время постоянное некое обновление. Каждый масса цедок это обновление, маша инкэн с хохамом. Секундочку. Да, поэтому там не используется симхат медит. Что не так с хохамом, что хохама это постоянная вещь. Как объясняет нам теперь Агро. Агро говорит, что разница между цадиком и хохамом. Цадик это имя, обозначающее человека, который делает постоянно медсвод и ничего нового в медсвод не вводит. Ровно наоборот. Цадик человек, который постоянно идет одинаковым путем, не вводя никаких хедушин в свой путь. Он никогда не делает оверот, всегда делает медсвод, но ничего нового он не вносит. Потому что медсвод, из них нельзя к ним прибавить и от них нельзя убавить. Медсвод есть конкретное количество и никаких хедушин бомааса и медсва не должно быть. Когда человек, не дай бог, хочет лиходеть что-то в медсву, сделать что-то новое в понятии медсву, то это нарушение заповедей, как правило. Например, я возьму пример. Человек решил сделать, внести что-то новое в медсву твилин. Поэтому он надевает твилин не из четырех отрывков Торы, которые там должны быть, а вносит туда еще один, пятый отрывок Торы. Вместо маасе цедека это маасе рэша. Вместо того, чтобы сделать правильное действие, он делает действие рэши. Из них нельзя уменьшить. Поэтому существуют заповеди. Баль тасифа, баль тигра. Не добавляй, не уменьшай из медсвод. И это сказано, лотасифа лавалтиграмима. Прямо приводит Гаон, этот пасук из Торы. Не добавляй и не убавляй от медсвод. М медсвод, они находятся на земле. Мы только что учили, что на земле нет ничего нового под солнцем. На земле нет ничего нового. М медсвод это такая земная часть Торы. Тора, которая... М медсва это каким-то материальным действием, которое мне заповедовал Всевышний. Я беру и соединяю материальное и духовное, и поднимаю святость, которая есть в материальном мире, и соединяю его со Всевышним. Но любая медсва связана с землей. Любая медсва, она сугубо материальна. Как я, говорит Гаон, уже объяснял в других местах. Слово хахам, мудрец. Оно относится к человеку, который занимается Торой. А занятие Торой, это всегда человек, который ей занимается, он михадешки душим. Он постоянно вносит свои какие-то хедуши. В отличие от медсвот, в которой нельзя ничего лихадеш. Тора, она вся состоит из того, что человек, который ее учит, он михадеш Тору. Он вносит какой-то хедуш, какое-то обновление, что-то новое, что было оставлено именно для него. На основании тех принципов, которые были даны Маширабейну на горе Синай, мы можем вводить новые вещи, новые хедуши Тора, новые объяснения, которые, если мы действительно их правильно вывели, то это действительно становится Торой. И это хедуш Тора, о котором идет речь. И эти хедуши постоянно у хахама, постоянно обновляются и прибавляются. И об этом сказано, мы уже читали это, и шама хахам в Иесиф Леках. Послушает хахам и добавит. Добавление к Торе это митсва, добавление к митсвот это вера. Поэтому Тора соответствует понятию шамаем, ибо шамаем есть все время что-то новое на небесах. Таким образом, что у нас получается? Что хахам, он радует своего папу. Радости не постоянной, а радости каждой хедуши это что-то новое, что-то добавочное. Поэтому здесь используется слово симха. В то время как хахам, цадик, он ничего нового не может и не должен носить в мире. У него задача выполнения митсвота, они все повторения одного и того же. Поэтому это симха, это радость, которая называется словом гила, а не словом симха. Цадик это человек, который сидит дома и занимается митсвотом Всевышнего. Хахам это тот, который сидит около своего раба постоянно и мудреет с помощью своего раба и делает так, что его раб мудреет. Соответственно, он мисамеах рабо, он радует своего раба. И это о том, что сказано. И гиль, егиль, а ведь садик, будет в состоянии гилы постоянной радости, стандартной радости отец праведника, что у него гила это постоянное качество. Но тот, который родился хахамом, то есть тот, который создал, родил хахам, объясняет Гаон, это его преподаватель Тора, это его раб. Как Гаон говорит, мы уже обсуждали в других местах. В частности, это объясняется про отношения между пророком Ильиши и пророком Ильягу, в частности. Вот этот вот человек, который родил хахама, создал хахама, его раб, он и смах Бог. Он будет радоваться в нем радости, которые будут постоянно обновляться с обновлением, с увеличением хохмы ученика. Таким образом, довольно интересно, что все строится на том, что есть Медраж, который говорит, даже не Медраж, в общем, это в Псуким видно, что есть разница между понятиями гила и понятием симха. И разница между этими двумя понятиями Мальбим и Гаон объясняет стопроцентно наоборот, что такое гила и что такое симха. Мальбим объясняет и приводит райот, что симха это радость, которая постоянно обновляется. Мальбим объясняет, что гила это радость, которая не постоянно, а все время зависит от того, появится что-то новое или нет. И отсюда у них получаются абсолютно разные пшаты Псука, разные объяснения Псука. Вот, Гаон привел несколько райот своему пшату. Мальбим райот не приводил, он просто привел то, как надо читать Псук, но вот так вот получается. Окей, пшат Гаона более понятный. Может быть, потому что он приводит какие-то доказательства. Дальше, следующий Псук, 25-й Псук, говорит нам, да возрадуется, секунду, да возрадуется отец твоя и мать твоя, возликует родительница твоя. Опять здесь слово радость, которое используется несколько синонимов слова радости, и поскольку на иврите используются разные слова, то русский переводчик вынужден тоже перевести по-разному эти слова. Вопрос, что из них, что означает. Читаем Псук на иврите. Исмахавика, веймеха, вэтагель, вилатеха. Будет симхой радоваться твой отец и твоя мать, и тот, кто тебя родил, будет радоваться понятиями гила. Вот, понятно, что здесь опять надо увидеть разницу между прочтением этого Псука Гаона и Мальбима, поскольку здесь тоже слова гила, слова симха, соответственно, они должны бы шататам каждый перевести по-разному. Смотрим, как они переводят. Говорит Мальбим. Сейчас нам дается, Шломамелых дает нам совет, как должен человек себя вести так, чтобы радовались и те, кто его воспитали тоже. Радовались понятием симха, то есть по Мальбиму симха, это радость непостоянная. Рождите. По Мальбиму симха это постоянная радость. И те, кто тебя родит, чтобы они были в состоянии гилы, в состоянии непостоянной радости, да? Какой пример он дает? ИМИМШОЛЬ БАРУХО, БАКОХОХМА, АМУСАР, если человек начнет властвовать, управлять своим рвохом, с помощью мудрости и мусара, до такого состояния, что он выйдет на уровень, о котором мы говорили в предыдущих СУКИМ, он станет ХАХАМ-ЛЕВ, когда его сердце побеждает ЕЦРГАРУ, и желание сердца становится желанием ЕЦРГАТОВ, то есть ХОХМА начинает властвовать над сердцем человека и становится второй природой, второй натурой, БАИНЬЯН, таким образом, что больше не будут в сердце рисоваться какие-то нехорошие рисунки, рисунки, которые обычно рисует ТАЙВА, и которые забирают человека от его ХОХМЫ, и не будет у него больше СФИКОТ, сомнений, которые вызывают ИВЛУТ, то есть глупость, тот вид глупости, который рождается из-за того, что ТАЙВА управляет человеком, и он отгоняет от себя ХОХМУ, поскольку ему не выгодно принять законы ХОХМЫ, иначе он вынужден будет их выполнять, а очень ТАЙВА сильно греет его, и не будет вопросов ИСФИКОТ относительно законов ХОХМЫ. Если человек выйдет на этот уровень, то он приведет к состоянию СИМХи и ГИЛы того, кто его родил и своего отца. И это происходит из-за того, что он слушает Мусар и постоянно ведет себя в соответствии с законами ХОХМЫ, что тогда будут радоваться его папа и мама, воспитавшие его, которые приучили его к тому, чтобы он, вся его ГАНГАГА, все его управление шло по правильным законам, по законам мудрости. И также те, кто его родили, будет ГИЛа у них. ГИЛа это радость, которую он называет, ГИЛа это радость, которая постоянно МИТХАДЭШит, согласно МАЛЬБИМу, то есть постоянно радость, которая есть каждый день что-то новое. Кроме СИМХи, которая была по поводу того, что он приготовил, они также будут радоваться новой радостью за то, что есть постоянное, постоянство в выборе человека, и он постоянно выбирает правильную дорогу. и он пришел к тому, что он стал властвовать над своими качествами. И это и есть ГИЛа. Это и есть радость, которая каждый раз обновляется. Поскольку каждый раз человек становится перед новым выбором, и каждый раз выбирает именно то, что нужно выбрать. Поэтому это постоянная радость, но постоянная радость СИМХОТ ГИЛы. Радость, которая постоянно из-за того, что он постоянно правильно выбирает, но каждый раз что-то новое. Таким образом, фактически, что сделал Мальбин? Он соединил Цадика и Хахама, и сказал, что человек, который Цадика, которого радости постоянно нету, потому что есть опасность все время ошибиться, поскольку его циткус не зависит, не связан, не рождается из Торы, человек, который начинает выходить на уровень Хахам-Лев, то есть он к своему циткусу, к своей праведности прибавляет Хохму, и его сердце становится Хахамом. Такой человек заставляет себя постоянно по привычке идти по правильному пути, и каждый его выбор, это новый выбор, но он всегда правильный, поэтому появляется постоянная Гила. Это то, как объясняет Мальбин этот посуд. Естественно, Гаон должен пойти чуть-чуть по другому пути, поскольку для него перевод слова Симха и Гила ровно наоборот. Объясняет Гаон Исма Хавиха Ваймеха, будет радоваться радостью твой отец и твоя мать, радость, которая называется Симха, это радость, которая все время Митхадешит, радость, которая постоянно обновляется. То есть, после того, как нам сказали, что во время, когда человек учит Тору, он выходит на состояние, которое называется Симха, потому что Тора все время дает Хидушим, все время что-то новое дает, поэтому это состояние радости от Торы, не от Митхота, именно от Торы, это радость по имени Симха, а радость от Митхот, это радость по имени Гила. Когда человек уходит от своего раба, идет в дом к отцу и маме, он приходит туда, и тогда отец и мать начинают радоваться ему радостью, которая является радостью, которая постоянно обновляется. Почему? Что когда они будут видеть и слышать его Хидушим Торы, и что он каждый день приводит новые Хидушим Торы, обновляет что-то в Торе, то это приводит к радости отца и мамы, что их радость будет постоянно Митхадешат, постоянно обновляться, и они будут слышать его Хидушим, его, не знаю, как слово Хидуш привести, новые вещи, которые он выводит из Торы, они будут слушать это Томит, постоянно. Что не так в доме Урава, потому что там его Симха приходит для того, чтобы Лихадеш Тора, которые он выучил от своего Рава, но он сам не делает Хидушим, он учит их у своего Рава, но когда он приходит в дом к отцу, то тогда это уже становится новой Хидушим, потому что для отца этих Хидушим, который он привез из дома Рава и выучивает сами, постоянно обновляет, а в доме Урава это называется Гила, это радость такая вот постоянная, стандартная, но без Хидушим. Вот, это первая часть Пасука, вторая часть более интересная, в Этагелии Латтеха, и будет непостоянная, как это сказать, да, именно постоянная радость у того, кто тебя родил. Родил, объясняет Гаон, это тот, кто тебя сделал мудрым. И еще, отец и мать будут радоваться постоянно, это радость Алла-Маба, это радость грядущего мира, потому что им там дают короны Торы за каждый день, за то, что сын делал какие-то Хидушим в Торе. Каждый раз за это он получает некие короны Торы. Гаон объясняет в другом месте, что это, на самом деле, это не Гаон, он просто приводит Зогар на книгу Ваикра, где сказано, что Таамы Даарайса, смысл заповедей Торы, сказал, что какой-то там еноха, какой-то ребенок сказал, что есть шивим к тарим а тарата лавуха ки агуйома, что в тот день, когда человек приходит в Алла-Маба и раскрывает тайны Торы, то его отцу дается 70 корон Торы, поскольку мы знаем, что есть шивим по ним батара, 70 грани Торы, 70 пшатов, 70 объяснений Торы, то в тот момент, когда ребенок Мехадеш этих и душем Торы, то его папа, который его родил, получает за это 70 корон Торы, которые существуют. Но рабо, но его раб, который его учил этим законом, этой Торе, он и гельбо, он будет находиться в радости, которая не Мехадеш, это постоянная радость, поскольку эти короны, эти пшаты, эти объяснения Торы, он сам объяснял ребенку, поэтому для него это не Хедуш, это постоянная составляющая, поэтому к нему относятся понятия Гилы, а к папе и маме относятся понятия Симха. Вот, таким образом, по Гагро, по Сук считается так, «Исмаха виха ваевеха будет радоваться твой отец и твоя мама каждый раз новой радостью из-за тех Хедушем, из-за тех Хедушей Тора, которые ты им принесешь, а тот, кто тебя научил этой Торе, то есть Елатеха, тот, кто родил в тебе эту Тору, он будет радоваться радостью постоянной, потому что эта Тора для него является постоянной Тора, исходящей из этого раба». Вот, таким образом, по Гаону есть основная разница, между Гилой и Симхой, это радость между Митцвод, которая постоянная радость, и радость Тора, которая радость связана с Хедушей Тора. И вокруг этого уже строятся перушины эти два пасука. Окей. Следующий пасук говорит, 26-й, да? «Дай мне, сын мой, сердце твое, и глаза твои да соблюдают пути мои, ибо глубокий ров блудница и тесный колодец чужая жена. Она как разбойник подстерегает, умножает отступников между людьми». Я прочитал сразу несколько псугим, поскольку, чтобы какую-то тему закрыть, прочитаем это на лошанакодыш. «ТНА БНИ ЛИБЕХАЛИ ВЕЙНЕХА ДРАХАЙ ТЕРЦЕНА или ТИЦОРЕНА». Здесь написано ТЕРЦЕНА, а читается ТИЦОРЕНА. Заменяются две буквы. «РЕЙШИЦАДИ МЕСТАМИ». Окей. Смотрим, что говорит на эту тему Мальвив. Он говорит, «ТНИ БНИ ЛИБЕХАЛИ». «ДАЙ, СЫН МОЙ, МОЕ СЕРДЦЕ МНЕ». «СЫН МОЙ, ТВОЕ СЕРДЦЕ МНЕ». Объясняет Мальвив, о чем идет речь. Здесь объясняется, как это будет произойдет. Что это будет происходить посредством того, что ты отдашь мне свое сердце. Что сердце, оно, МИЦАЕН, оно указывает на то, что законы мудрости находятся внутри этого самого сердца. чтобы не смогли над нем властвовать над сердцем сомнения, которые связаны с минутой это еретичество. Сомнения, связанные с различными свекот, сомнениями, связанные с верой. Таким образом, что законы мудрости должны быть вырублены в твоем сердце и написаны на сердце постоянно. И не может в этом сердце находиться что-то другое. Поэтому «Отдай мне свое сердце», имеется в виду, сделать так, чтобы в сердце не находилось ничего, кроме законов мудрости. Точка. Вторая часть пасука. «Вэйныйха драхайте царэна». Глаза они указывают и рождают «таавот», «таева» это «вожделение», «вэ циюрим гараим» и всякие некрасивые рисунки, которые могут быть созданы посредством ощущений человека. Как сказано, «Лотатуру ахарели вэвэхам» «Не следуйте вслед сердцам вашим», объясняет Медраж «Зо минут», до сих пор это было кусочек истории, второе заповедение, «Вследуйте вслед вашим сердцам». Что значит, что у вас есть в сердце, зачем нельзя следовать? Это минута, это еретичество, потому что сердце, оно подсказывает отклонение от единого Всевышнего. «Ваахарей нейхам» и также «Не следуйте вслед вашим глазам» это знут, это желание заняться прелюбодеянием. Поскольку сердце, глаза, извините, они рисуют, должны помогать нам видеть пути Всевышнего, и они не должны вообще никак вступать в действие, не должны начинать работать от того этого мира и от Хэмда Ецера. Две качества, о которых мы говорили, «Таава» и «Хэмда» это вожделение и погоня за различными удовольствиями, это два качества, которые в этой книжке Мишли Шлома Амелах называл «Штейн Ашим Занод» «Две женщины-блудница» или «Блудница Зара» и «Нахрия», «Чужая» и «Тоже чужая». И это две разных чужие. И «Хэмда» и «Таава» это два соблазна, которые находятся в глазах человека, когда человек что-то видит, то он тут же начинает этого хотеть, нарушая заповедь «Аль-Титавэ», «Лот-Ахмод» и так далее. И здесь то, что нам сказано, что в сердце у человека находится стремление к «Кавой-де-Зойре», в глазах у человека находится стремление к «Азнуту». «Таава» в глазах «Хэмда» и «Гава», который ведет к «Кавой-де-Зойре» и «Каас» находятся в сердце человека. Поэтому здесь нам дается совет, когда Шлома Амелла говорит, обращаясь к сыну, то есть это должен сказать любой человек своему сыну, «Отдай мне свое сердце», мне это в данном случае Всевышнему. Сделай так, чтобы в твоем сердце не было никаких циюрим, никаких картин, кроме картины Единого Всевышнего, чтобы у тебя не было идей по поводу того, что всяких свекот, сомнений по поводу еретичества. И глаза ты должен устроить так, чтобы глаза твои не соблазнялись тем, что они видят. То есть «Таевы» и «Хэмдой» в прямом объяснении «Таева» и «Хэмда» это «Таева» и «Хэмда» по отношению к тетенькам запрещенным, а в более широком плане «Таева» и «Хэмда» это стремление к удовольствию этого мира, которые должны быть вычеркнуты от тебя. Поэтому отдай мне сердце и глаза. Это перевод посука. Продолжаем следующий посук. «Кавзайн», который я уже читал по-русски, поэтому читаю сейчас на лошонокодыш. «Ки шуха амука зана у бээр цара накрия». Потому что «Глубокая яма», я не знаю, как лучше перевести, это «зана», это «блудница». У бээр колодец цара узкий, с которым не выбраться, это «нахрия». Это вот второй вид тоже «блудницы», но уже другого вида. Есть «зана», есть «нахрия». Сейчас мы будем или не будем посмотрим, обсуждать это. «Шуха». То, что сказано, что глаза твои, пусть они видят только мои пути, ничего другого пусть они не видят, об этом сказано. А что будет, если глаза будут смотреть на что-то другое? Потому что «зана» – блудница, то есть «йецар» «тайвы». Это «йецар» «тайвы», он напоминает «шуха амука», глубокую яму, которая попадается, если тот, кто туда попадается, ему очень тяжело оттуда вылезти, потому что яма глубокая, он падает до самого низу, а потом выбраться достаточно тяжело, лестница нужна. А относительно того, что написано «дай сын мой, сердце мне», он говорит, потому что «нахрия», что такое «нахрия»? Это второй вид «заны». Первый вид «заны» – это «тайвы» и «химдар», второй вид «заны» – это минус, еретичество. Вот этот вот вид, второй вид глубницы, то есть желание приобщиться к чему-то чужому, не твоему, он, как очень узкий колодец, в который, если человек туда падает, то он тут же тонет в воде, поскольку там рукой, ногой не взмахнуть, и он умирает, потому что тот, кто окунается в минуту еретичества, он умирает духовной смерти, и уже не может вернуться к свету жизни. вот, посук этот, надо читать, как объясняет Мальбин, таким образом, что «дай мне твое сердце, и пусть глаза видят только то, что рисует им Всевышний, а не наоборот, пути Всевышнего, наоборот, потому что глаза, которые рисуют что-то другое, человек попадает в глубокую яму, из нее можно выбраться, но эта яма глубокая, человек же, который попадает в еретичество, в минуту, из минуты выбраться практически невозможно, и оттуда, в общем, есть некий Тамрурацор, что оттуда выбраться эта улица с односторонним движением, и все. Да, думаю, что можно здесь прочитать комментарий Гаона на это место, и потом, может быть, еще чуть-чуть обсудить. Вот, говорит Гаон Мевильна, «Тна бни ле бе хали, отдай, сын мой, твое сердце мне, потому что цель и главная часть, главный смысл занятия Торой это для того, чтобы знать пути, как исправить и завоевать, чтобы идти только по пути службы Всевышнего, и для того, чтобы не споткнуться ногами обо что-то другое, как сказано, что если если это будет тебя хвалить и будет хвалить твой разум и познает меня». Сейхль, разум, он нужен для того, чтобы узнать прямой путь, по которому нужно идти. Это то, что отличает человека от всех остальных творений, что у человека есть разум, и разум человек может использовать совершенно на разные вещи. То, для чего Всевышний дал человеку разум, это чтобы познать пути, по которым человек должен идти в мире для службы Всевышнего. То есть, для того, чтобы познать Всевышнего, как сказано, «Да, это лакая виха ва в духа». Это откуда цитаты? Это цитаты из Деврея и Мим. «Познай Бога твоего Отца и служи Ему». И познание имени Творца и Дбарех это одна из икарей Авоида, одна из главных частей службы Всевышнего. И это познание, что такое познание имени? Это познание пути, по которому надо идти. Потому что любое имя, оно указывает способ, которым Всевышний контактирует и руководит этим миром. И об этом сказано «Покадейха асиха ва авито архатейха». О твоих приказах я буду беседовать и буду произносить твои пути. То есть, что это значит? Что во время, когда человек говорит о приказах Всевышнего, это и есть занятие Торы, то тогда я буду вглядываться, говоря о приказах Творца, занимаясь Торой, я буду вглядываться для того, чтобы узнать, по каким путям я должен идти, познать твои пути. Потому что Тора показывает, указывает нам дорогу, по которой надо идти, любому человеку, для того, чтобы он не споткнулся. И об этом сказано Нер Митсва в Тер Ор. То есть, Митсва является свечкой, которая освещает путь, понятно, что это помогает дороге, но Тора является светом, который полностью освещает весь путь. И это уже несколько раз объяснялось раньше. И есть еще один пасук, даже не пасук, на Майса, это Итмар, Маамар, Гемори Брахот, который говорит, Гмор Бухоли Вевеха, выучи всем твоим сердцем, Лада Атед Драхай, чтобы познать мои пути. И это о том, что сказано Тна Бни Лебехали, объясняет Агро, что это и есть Пшат Кавана, того, что говорит Шломамелах, отдай мне, сын, мое свое сердце. То есть, что значит отдай мне свое сердце? Сделай так, чтобы сердце познало меня. И то есть, что это значит? Что когда ты учишь Тору, главное Кавана изучение Тора должна быть Лшем Шамаем, Лшем Гашем, во имя Всевышнего. И тогда сердце будет автоматически очищаться для службы Творца, Творцу. Вот. А глаза твои, они должны видеть пути своего Создателя, или Тацрена от слова Льяцер создавать, или Тарцена от слова Лерцот хотеть. Либо видеть пути Создателя, либо видеть пути желанные перед Создателем. Здесь есть некая игра слов, потому что написано Терцена, а читать надо Тацрена. Вот. Поэтому Кри и Ктив говорят на одну и ту же тему, писатели записывают, но немножко разные переводы. Он объясняет, что человек должен постоянно знать путь, по которому он должен идти. для этого нужно отдать сердце Всевышнего, то есть это должно идти изнутри. Всевышний должен находиться в сердце человека, указывать им путь изнутри. И кроме того, он должен уметь видеть путь Всевышнего глазами, то есть снаружи. Таким образом, и наружная, и внутренность, и наружная часть человека должны стремиться к путям Всевышнего. Это еще один комментарий. Таким образом, Гаон привел нам фактически два комментария, которые говорят о том, что суть обоих близка, чуть-чуть по-разному сам пасук считается, но суть сводится к одному и тому же. А именно, что человек должен сделать так, чтобы желание его сердца это были желания Всевышнего, и чтобы то, что он видел глазами, он видел глазами исключительно то, что хочет ему показать, тот путь, которым хочет ему показать Всевышний. И человек научился превращать себя в бейт-ки-буль, в некоторую чашу для принятия желаний Творца, для того, чтобы идти путями Творца и помогать этому может Тора, поскольку это является свет и главная часть изучения Торы, когда изучают Торы, это не главная часть, главная кавана изучения Тора, главное намерение изучения Торы, это следовать путями Всевышнего, и если свеча указывает направление и мит- 한다 указывает направление, по которому надо идти, то Тора освещает его, поскольку оно поднимлено свету, и уже освещает его полностью. И глаза должны наблюдать желание Создателя или желание Творца, и тогда две части, через которые человек в общем контактирует с Ецаргоры, сердце и глаза, вместо этого он посвятит его Ецарготов, посвятит его службе Всевышнему, и, соответственно, он удостоится того, чтобы все его пути были Масилат Ешарим, Масила лыжня прямая, чтобы он шел по прямому пути, и помогать ему будут глаза снаружи и сердце изнутри, это общий такой секунд. И здесь получается, что Гаон Мивильно говорит нам, что главное Кавана изучение Торы, это Кавана изучение Торы для того, чтобы познать пути Всевышнего, прилепиться к нему и находиться все время около него. И здесь есть некая проблема, даже не проблема, но так вот, наверное, Леадгиш, эта вещь, что в Нефиш Гахаим ученик Гаона Мивильно, Рафхаим Воложенер, он пишет, у меня здесь нету с собой Нефиш Гахаим и Руа Гахаим, поэтому я скажу по памяти. Он это пишет в двух местах, в четвертой части книги Нефиш Гахаим и в комментарии Руа Гахаим на Перкеавод. Он пишет о том, что у человека, слушая и считая подобные вещи, может создаться неправильное ощущение, что главная Кавана, главная цель изучения Торы, это прилепиться ко всемышнему, соединиться с Творцом. Если человек будет так думать, то он может прийти к ошибке. Какой ошибке? Потому что, если цель изучения Торы, это соединиться с Творцом, ледобек, прилепиться ко Всевышнему, то достаточно учить какой-то любой один и тот же кусочек Торы много-много раз с хорошей Каваной и Светлоговотом. И, например, это даже не например, а больше, чем например, человек может постоянно читать псалом. Один псалом, 150 псалмов не имеет значения. Все псалмы, которые написаны, или часть этих псалмов. И постоянно с самой серьезной Каваной читать эти псалмы. И псалмы способствуют тому, чтобы родилась Ирад Шамай и прилепление ко Всевышнему, значительно больше, чем некоторые кусочки Торы, как, например, описание того, как Рувен украл и Шимона, и сколько теперь ему надо заплатить, и каким образом, и так далее. Но мы видим, что Акодыш Бравуд дал заповедь изучения Торы, а не только заповедь изучения какого-то одного кусочка Торы, например, псалма, который говорит на очень духовную тему о контакте человека и Всевышнего. И Митцад, Двейкута, со стороны того, что человек прилепляется к Всевышнему, он, наверное, прилепляется больше, читая этот псалм, чем читая то, как Рувен обворовал Шимона и что-то подобное. Но, тем не менее, заповедь изучения Торы включает в себя всю Тору целиком. И у человека есть митцва лада от этого Тора познать Тору, пройти всю Тору, знать, что хочет Всевышний. И основная команда изучения Торы знать всю ее и, соответственно, знать, в какой ситуации как себя вести. И это и есть идти по путям Всевышнего. Нахон, правильно, что изучение Торы приводит и к тому, что человек прилепляется к Творцу. То, о чем Шлома Меллах нам сейчас сказал по мнению Гаона, что, когда его сердце наполняется Всевышним изнутри, то он прилепляется к Творцу. Это тоже часть влияния изучения Торы, и поэтому Торы учить надо. Но это не есть изучение Торы лишьма. Изучать Торы нужно для того, чтобы знать все пути Всевышнего, знать всю Тору. А это и есть пути Творца, которые есть. Они одновременно помогают влиянию Торы и изнутри тоже, когда сердце наполняется знаниями Всевышнего, как мы только что прочитали. Но изучать надо не для того, чтобы Ледобек Баашем только, а для того, чтобы Ладат это Тора, для того, чтобы знать Тору. Это Кавана изучение Торы. Окей. Теперь, я думаю, что можно двигаться дальше. 27-й послуг. Мальбомы уже я вижу, я вижу, что прошли. Поэтому читаем дальше. Кишуха ему хазана момент. Кишуха аму казана обеэр цара нахрия. Потому что яма глубокая блудница и узкий колодец нахрия. Объясняет Гаун Мивильна, что это соответствует, две вещи, которые здесь сказаны, они соответствуют сердцу и глазам. До сих пор мы говорили про сердце и глаза, которые надо настроить на правильный спектр зрения и чувств. Теперь мы говорим о том, что если мы не настроили, это то же самое, что сказал Мальбин, то они сами настроятся на другой спектр, а именно на зану и на нахрию. Это пним выхудс. Это внутреннее и внешнее проявление. И здесь сказано зана и нахрия. Что такое занна и нахрия это таа-ва и хамда, как мы учили с вами в первых главах шестой главе, мы несколько раз это учили. Например, в шестой главе это было, в девятой главе это было, в 21 главе это было, несколько раз это было. И зана и нахрия это так же пним и худс. Это так же внутри и снаружи. Таа-ва это то, что находится внутри человека. А именно человек сидит Дома, ему не надо никуда выходить, больше пним, больше внутри, чем у себя дома, ничего не может быть. И вот он сидит у себя дома и наполняется тайвой, которая есть. Все его тело наполняется тайвой. Например, он кушает. Понятно, что тайва бывает не только к еде, просто еда это более простая вещь, которую можно сказать. Хемда, состояние погони за удовольствиями, это хуц, это то, что находится снаружи. Человек не может лохмот, находясь внутри дома. Для того, чтобы нарушить хемду, для того, чтобы попасться в Есер-Горо-Хумды, он должен быть наружи. На самом деле, наружи понятно, что можно тоже внутри своей квартиры быть наружи. Я не знаю, например, включить телевизор и смотреть какие-то вещи, и нарушать заповедь «Не возжелай», потому что у соседа есть этот самый, я забыл название, «Феррари», а у меня «Запорожец». Поэтому я сижу, смотрю на «Феррари», который есть у соседа, в окно, не выходя, и при этом нарушая заповедь «Лот Ахмот». Но это потому, что я смотрю наружу, потому что я выхожу за пределы тех рамок, в которых я нахожусь. Хемда, она никогда не дает человеку сидеть дома. Она требует от него выхода наружи. Сегодня выход наружи, может быть, не выходя из квартиры, благодаря интернету, который зашел внутрь, и вся наружа стала внутри. Но, тем не менее, хемда всегда снаружи, а таба всегда внутри. Я надеюсь, что понятно, о чем идет речь. Человек бегает, стремится и бегает за деньгами. Для этого ему нужно выходить, работать, бегать, что-то делать. Он не может сидеть и бездельничать. И вот он говорит, что человек падает в глубокую яму, потому что, находясь в Ган-Эдене, про Ган-Эден написано, что он поставлен на краях земли. И это место очень высокое. Ган-Эден находится на возвышенности. А про Ган-Эден написано, а нет, это продолжение Ган-Эдена. И он говорит о том, что Ган-Эден это нахала блим и царим. Это удел без границ. У Ган-Эдена нет границ. Но Ген-Эден это ровно наоборот Ган-Эден. Ган-Эден со знаком минус. Вместо того, чтобы сказать бемте эритс, то есть возвышенные части земли, сказано шуха амука, глубочайшая яма. Относительно того, что сказано, что безграничная, широкая без границ Ган-Эден, об этом сказано Гейном, что это Беэр-цара, что это узкий колодец, из которого нет выхода. И это Мадор-шини. То есть в Гейноме есть несколько Мадорим, несколько мест, уровней. И это второй уровень, который называется Беэр-шахат. Это глубокий колодец, с которым идет вещь. Есть два места, основных два места в Гейноме. Одно место для человека, который попался на удочку, в ловушку, к той части Ецар-горы, к той части Медот, которая называется Зана, то есть Хэмда, который был соблазнен женщиной-блудницей, то есть попался он Хомет. Что он может лохмут, что он может вожелать постоянно? Гадлус, величие, гаевы, богатство и так далее. И в соответствии с этой шой-заной есть место, которое называется Шоха Амука. Он хотел возвыситься, он попадает в низкую глубокую яму. Другая женщина-блудница, она называется Нахрия, чужая. Это человек, который сидит дома, и внутри дома он делает так, что его душа наполняется различными удовольствиями, которые есть прямо здесь, не отходя от кассы. И он мималета ават гуфо. Он наполняет свой гуф этими удовольствиями. В соответствии с этим есть место, которое называется Беэр-цар. Очень узкий колодец. Есть нефиш рахава, широкая душа. Широкая душа имеется в виду то, что сказано, слово широкая душа, перке авот, то, что имеется в виду здесь. Это душа, которая переполняется удовольствием, не ставит себе границ. Тело обычно тоже становится шире, но сейчас речь идет о душе. Душа, которая не имеет границ, поэтому она расширяется, расширяется и расширяется. Кенегет за мидами, мина кенегет мидами, мина кенегет мидами, мера за меру. Такая душа попадает в Беэр-цара, в узкий колодец, из которого, поскольку он узкий, тяжело выбраться. То есть, она сокращается. И это то, о чем сказано. Дай свое сердце, мой сын, то есть, свою внутреннюю часть, то есть, того. И глаза, которые, посвяти их мне, твоему создателю, для того, чтобы ты полностью служил мне, был Эвид Гошем, раб Всевышнего. Мы это уже объяснили, говорит Гаван, что если ты этого не сделаешь, но оставишь себе, для того, чтобы у тебя росла Таова и Хемда, то тогда ты попадешь в глубокую яму и очень узкий колодец. Это Кавана, Пасук Алфигаон. Таким образом, мы с вами дошли до 28-го Пасука, и на этом сделаем сейчас точку, запятой, и продолжим на следующем уроке Беэзра Дашем. Всего доброго, до новых встреч в эфире. До свидания.